Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях прямо сейчас. Министр просвещения России Сергей Кравцов и врию главы Чуваши Олег Николаев открыли школу в новом городе. Мы гордимся. В Новочебоксарске открылась аллея памяти 6-й роты. Счастье для детей. В 9-м микрорайоне Новочебоксарска открылся новый детский сад. Учеба рядом с домом. Завтра ребята из столичного микрорайона Новый город отправятся за знаниями в новую школу. А сегодня ее готовность оценил министр образования России Сергей Кравцов и депутаты Государственной Думы. Подробности в нашем сюжете. Территория школы впечатляет. Вокруг многоэтажного здания спортивные площадки. На крыше обсерватория. Завтра все это заполнит школьник. Их 1600. Знакомиться начали со спортивной площадки. Зоны для разных видов спорта, современное покрытие. Даже в осенне-зимний период здесь будет комфортно заниматься. Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест. В микрорайоне номер один жилого района Новый город города Чебоксары объявляется открытой. На входе, без этого теперь никуда, бесконтактные санитайзеры. Экскурсию по школе вела директор Наталья Маслова. Урок мужества 1 сентября в республике будет посвящен знаменательной дате. 80-летию строительства сурского и казанского рубежей. Гости посмотрели кабинет робототехники, гончарную мастерскую, увидели большие шахматы. Такому спортзалу позавидуешь. Высокие потолки, светлые стены, много воздуха. На борцовом ковре – самбисты. Этому виду спорта здесь намерены уделять особое внимание. При строительстве бассейна учли и пожелания родителей. Бассейн имеет комплексную систему очистки. Здесь вода ионизируется, фильтруется, циркулируется. Еще есть ультрафиолетовая очистка. Блечет чистотой столовая. Прием пищи будет разделен на потоки. Меню уже утвердил Роспотребнадзор. Единое меню по всей республике. Завтраки, обеды и включаются клубники. Что на завтрак предлагаете? Ну вот можно почитать. Сыр порциями, каша молочная, копейный напиток, хлеб пшеничный, мандарины. Проектная деятельность в школе поделена на направления. Естественно, научная имеет серьезную материальную базу. Один стол пирогово чего стоит? Трехмерное изображение человека облегчит изучение биологии. Гуманитарное направление предполагает сотрудничество с МГИМО – изучение двух языков. На совещании педагоги республики обсудили с министром образования вопросы кадровой политики, воспитания, инновационных технологий. Сергей Кравцов вручил ведомственные награды лучшим педагогам. Вместе с Рио-главой Чувашей они оставили пожелания в книге почетных гостей. Ситуацию в образовании республики в целом Олег Николаев и Сергей Кравцов обсудили сразу после совещания. Сегодня в Чувашии действуют 414 школ. В них обучаются 145 тысяч ребят. Завтра впервые школьный порог впервые перешагнул 17 тысяч ребятишек. Завтра в Козловском районе отметит новоселье Байгуловская школа. И это лишь часть плана на ближайшие годы. В ближайшие годы планируется построить 10 школ, более 10 детских садов для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, потребности жителей в местах, как в школе, так и в дошкольных учреждениях. И, конечно же, выполнить поручение президента по ликвидации второй смены в общеобразовательных школах. Ну и, конечно, обеспечение местами в детских садах. Вижу, какую большую работу вы проводите, как включились во все вопросы. Мы с вами неоднократно и по телефону обсуждали текущую ситуацию. И итог – это действительно открытие, в том числе, вот этой большой школы, прекрасной школы, одной из крупнейших школ Приворского федерального округа. Важно то, что здесь организована будет и воспитательная работа, и занятие спортом. Школьники младших классов в Чебоксарах будут получать бесплатно горячие обеды. Так решили большинством голосов родители, определив свой выбор на онлайн-платформе. За проголосовали 95% семей. Вовремя накормленный горячим обедом школьник готов к дальнейшему усвоению знаний. Еще в начале года президент России предложил обеспечить младших школьников горячим обедом. Какое меню предложено ребятам, какие продукты станут основой для приготовления блюд, проверили депутаты Государственной Думы. Они посетили столичную гимназию номер 5. Родители проголосовали, что горячий обед предпочтительнее для ребенка, потому что завтракают дети дома под родительским контролем. А обед очень сложно проконтролировать, как ребенок, потому что родители на работе. Поэтому победили горячие обеды. В двухнедельное обеденное меню входят холодная закуска, суп, второе блюдо и напиток. Дети будут питаться полноценно – рыба, мясо, крупы. И, конечно, они смогут сделать выбор по своему вкусу. Правительство России на организацию горячего питания учащихся младших классов выделило свыше 240 миллионов рублей. Ольга Семенова, Республика. И в развитии темы образования. В столичном микрорайоне Садовый начали строительство самой большой школы в Чувашии. Для микрорайона этот вопрос является очень важным. Ближайшие школы находятся достаточно далеко, что вызывает у жителей немало неудобств. Строительство школы по проекту займет два года. На новое учебное заведение будет потрачено больше миллиарда рублей. В городе Чебоксары есть две составляющие, которые нас побуждают и подталкивают к решению этих проблем. Это, прежде всего, большая очереденность для того, чтобы обучаться в школах. И очень большая насыщенность или плотность обучающихся уже в существующих школах. В том числе, вторая смена. Дальнейшее социально-экономическое развитие республики приобрело конкретные очертания. Как будет реализован пятилетний комплексный план, обсуждали в ходе рабочего визита в Чувашию полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, министр промышленности страны Денис Мантуров. Вместе с фреуглавой Чуваши Олегом Николаевым и членами правительства они побывали на крупнейших предприятиях региона. В одной из столичных школ встретились в режиме онлайн с победителями окружного конкурса ИВЛГ. Итоги визита в нашем материале. ЭЛАРа остается одним из ведущих приборостроительных предприятий страны. И правительство будет поддерживать все инновационные проекты, сказал Денис Мантуров. Продукция специального и гражданского назначения выпускаема. Здесь конкурентно способна и надо вместе искать новых заказчиков. Диверсификация производства идет здесь активными темпами в числе постоянных потребителей РЖД, ГАЗ, КАМАЗ и другие. Вся промышленная Чувашия была сосредоточена на выставке, развернувшейся на территории концерна тракторные заводы. Более 20 ведущих предприятий республики представили свои экспозиции. Солнечные батареи, лифты, продукции электротехнического кластера, цистерны для химических веществ, оборудование для детских игровых площадок. Что касается самого концерна, то здесь к обычному ассортименту тракторов и бульдозеров планируют добавить малую технику для НУЖКХ и сельского хозяйства. Коллегия выпускает современную продукцию, современную номенклатуру, которая востребована не только у потребителей в России, но открывает уже для себя горизонты на зарубежных рынках. И это говорит о том, что эта техника качественная и она конкурентоспособна на внешних рынках. Поэтому рассчитываем то, что те инструменты поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, на региональном уровне, а фонд развития промышленности на сегодняшний, в Чувашии, с объемом капитализации практически самый крупный в России, более полутора миллиардов рублей. Мы наделили фонд развития промышленности в Чувашской республике статусом института развития. Мы наделили его полномочиями координировать все институты поддержки развития, в том числе малого и среднего предпринимательства. Таким образом, мы с одной стороны собираем все бизнес-идеи, определяем, какие формы поддержки, в какой временной период необходимы для развития той или иной идеи. А самое главное, обеспечиваем кооперацию в случае необходимости для реализации, в том числе, крупных инвестиционных проектов. И на мой взгляд, вот такая организация работы нам даст, с одной стороны, здорово развивать экономику и диверсифицируя ее, с другой стороны, решить в том числе государственные важности задачи по локализации производства на разных уровнях производителей. Я вас всех приветствую. Тебя нужно дезинфицировать. Я дезинфицировал на здоровье. В столичной гимназии номер 5 состоялась презентация проекта «Утренний фильтр». Такие диспенсеры теперь получат постоянную прописку во многих школах. Таковы особенности нового учебного года. Меры безопасности превыше всего. Актуальные вопросы молодежной политики обсуждали уже с участниками окружного проекта «Иволга». В этом году грантовую поддержку получили 97 проектов на общую сумму свыше 46,9 миллионов рублей. На мой взгляд, можно смело утверждать, что мы не ошиблись, принимая решение о проведении форума в дистанционном формате в непростых условиях пандемии, потому что форум действительно состоялся. Я старался лично следить за тем, что происходит на форуме, видел вашу активность и уверен, что все, кто хотел получить новые полезные навыки, дополнительные стимулы и ориентиры на своем жизненном пути, сделали это. Ориентиры определены, впереди большая работа. В правительстве России поддержали инициативы Чувашии по реализации национальных проектов. В рамках рабочей поездки в Казань прошла встреча Олега Николаева и заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина. Главная тема обсуждения – реализация национальных проектов Чувашской республики, в том числе в области жилищного и дорожного строительства. Совместно с федеральными структурами разработали новые механизмы, которые позволят сократить сроки завершения строительства проблемных домов. Они готовы в случае необходимости прислать нам сюда эксперта, который бы провел нам соответствующую работу, всем, чтобы мы с вами четко владели всеми теми инструментариями, которые на сегодняшний день являются нововведениями в организации строительного процесса, а это основной инструмент реализации на сегодняшний день капитальных затрат в области национальных проектов, и мы серьезно в этом направлено работаем, всем, чтобы мы были ими вооружены и на следующий год уже реализовали весь спектр предоставляемых возможностей. На встрече обсудили и строительство будущей федеральной трассы М-12 Москва-Казань, которая станет еще одним драйвером развития экономики Чувашии. В Рио главы республики принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития регионов, входящих в состав ПФО. Обсуждалось выполнение регионами показателей национального проекта «Жилье и городская среда», «Ввод жилья в регионах», условия льготной программы ипотечного кредитования нового жильям сельской ипотеки. Жители и гости Новочебоксарска отметили День города во Дворце культуры «Химик». Из-за ограничений, связанных с пандемией, всенародные гуляния пришлось отменить. Но торжественную церемонию награждения горожан, внесших значительный вклад в развитие города, все-таки провели. Самому молодому городу Чувашии исполнилось 60 лет. Своим появлением он обязан строительству химокомбината, а позднее и ГЭС. Изначально он планировался как город-спутник, но сейчас это самостоятельный муниципалитет, которому есть чем гордиться. Очень душу поздравляю вас с праздником, с днем рождения. Наверное, не только 60 лет. И город, удивительный народ, у вас древнейшая культура. И сделать все возможное и невозможное, чтобы молодежь сохранила корни. Именно корни вашей национальной культуры, язык. Это очень важно. Известный актер прав. Новочебоксарцы не только хранят традиции национальной культуры, но и приумножают их. Когда-то этот город объединил под одной крышей специалистов из разных уголков Советского Союза. Сейчас он стал родным для их детей и внуков. Я сегодня очень рада, переполнена эмоциями. Я получила сегодня медаль столетию нашей любимой Чуваши. Это еще получилось в день рождения нашего города, 60-летия города Новочебоксарск. Я очень люблю свой город. Я патриотка своего города, как наши жители. Очень рада, что в такой день приехали высокие гости и получила награду. Сегодня Новочебоксарск – динамично развивающийся город, в котором реализуется множество интересных и важных проектов. И пусть 60 лет в масштабах истории возраст совсем небольшой, жители любят его именно за это. За то, что растут и меняются вместе с ним. Вместе с ним вспоминают прошлое и мечтают о будущем. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. Бессмертный подвиг десантников знаменитой шестой роты. В память о нем в Новочебоксарске открыта аллея памяти. Теперь в Ельниковской роще поселилась история. Напомним, 20 лет назад в Чеченской республике ценой собственной жизни был установлен натиск более пяти сотен бандитов-террористов. Мужество и героизм десантников стало еще одной героической страницей российской армии, вставшей на защиту целостности своих границ. Я пилотировал вертолет с президентом России ровно через год после боя. Владимир Владимирович Путин хотел воздать в честь погибших десантников свое уважение именно в месте сражения, на месте боя. Выполнив посадку на вершине горы, я обратил внимание, что все деревья были израсшечены осколками и пулями. Владимир Владимирович подошел к раненому дереву и положил большую охапку цветов. Почтил их память и мы полетели в Хатуни, где был первый открыт обелиск. После этого каждый год в разных уголках нашей страны открывались в честь героической роты такие же обелиски, памятники и аллеи. Подвиг десантников действительно вызывает гордость и уважение к нашим вооруженным силам. На памятнике надпись «Подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается». Рядом на аллее планшеты с портретами погибших десантников. События тех трагических дней – летопись 6-й роты. Открывайте, ангелы, в небеса порота. К вам с поклоном с высоты, рам 6-я рота. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, бойцы награждены посмертно орденами мужества. Инесса Потапова, Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. В 9-м микрорайоне Новочебоксарска открылся новый детский сад с символичным названием «Телей. Счастье». Строительство детского сада – один из пунктов национального проекта «Демография в Республике». Это направление включили, чтобы ликвидировать очередь в дошкольные учреждения для детей до 3-х лет. Из бюджета всех уровней на строительство этого учреждения выделено 126 миллионов рублей. Красивый, большой, современный детский сад, который будет радовать не одну сотню детей и который будет воспитывать именно молодое поколение, которому в дальнейшем предстоит строить и вызывать наш молодой город. Микрорайон, в котором расположился садик, застраивается активно. Среди местных жителей немало семей с детьми-дошкольниками. В семье Селивановых сразу двое детей придут в детский сад. Садик справился у нас на глазах, и мы с нетерпением ждали, когда мы наконец туда пойдем, его открытие. У нас двое детей, и очень удобно, когда садик находится во дворе твоего дома. Мы уже познакомились с педагогами, посмотрели группу, куда пойдут наши дети, и мы не сомневаемся, что садик им понравится. Для гостей организовали небольшую экскурсию по садику, чтобы все могли оценить условия для развития будущих воспитанников. И мы надеемся, что каждый день, каждая минута, проведенная в этом детском саду, станет радостной и счастливой. И, конечно, огромное спасибо всем за подарки, за то, что пришли разделить с нами этот радостный для нас день. Добрый путь! С днем рождения детского саду! Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. Это главные новости понедельника. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok